Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Она улетела, но обещала вернуться. Надя уехала. Конечно же, Самвел ее повез. Она готова была уехать на следующий день после дня рождения, но Самвел не мог ее проводить и уговорил остаться еще на денек. Разве могла Надя ему отказать в такой малости? Разумеется, нет. Может быть, кинешь чего-нибудь в рот? Где она жила? В каком обществе вращалась? Что за непристойное предложение? Отвратительная формулировка. Неужели нельзя было сказать как-то по-другому? Вежливо, культурно. Ну, например, ты хочешь поесть? Тебе что-нибудь приготовить? До севки предлагать ничего не нужно. Он у себя дома. И уже стоит и по-хозяйски шурудит в холодильнике. Он сам вполне способен себя накормить. Когда зрители ему стали писать, что он отвратительно жрет, он стал делать это в каждом ролике. Я сомневаюсь, что он хочет есть. Он раньше за один присед съедал пять яиц. Сейчас съест одну куриную конечность, и ему хватает. Перед тем, как приехать к маме, он несколько часов сидел в тик-ток с Игорем. В Самвел играет, а этот у него в машине сидит. Неужели у молодого парня нет других занятий? Севка зарабатывает геморрой и параллельно деньги. А у этого какой интерес там торчать? Любуется на Самвела? Посидели они несколько часов, проголодались и пошли там же на заправке поесть. Потом вернулись в машину, посидели еще примерно где-то около получаса. И Самвел отправился к маме. Надю нужно провожать. Он нажрался, и есть он явно не хочет. Поэтому ему и хватает иногда одного яйца, иногда одной куриной ножки. Надя говорит, положи телефон и поешь нормально. Не-а. Ну, конечно. Ведь он же сейчас ест на камеру специально для того, чтобы позлить зрителей. Почавкает, и комментарии обеспечены. Еще подкидывает. Если этого мало, что он чавкает. Ем грязными руками. Ну уж извините. Да хоть грязными ногами ешь. Нам-то что? Он думает, если люди об этом пишут в комментариях, значит их это волнует. Да всем пофиг. И на него, и на его руки. Если он что-то подцепит благодаря этим грязным лапам. Севка заметил, что Надя грустит. Еще бы ей не грустить. Слишком мало времени она тут побыла. Она привыкла проезжать на два дня и оставаться недельки на две, если не удастся задержаться подольше. За это время они успевали пять раз на игре съездить. Вот тогда ей было весело. А сейчас она себя чувствует как золушка. Только-только началось веселье, а уже часы звонят. Пора уезжать. Мама поедет с нами, спрашивает у нее Самвел. Не знаю. Нет, ТВ находится в комнате. Надя стоит рядом. И у нее не спрашивает. Вы поедете с нами или нет? Ну, конечно, она хочет поехать с Самвелом вдвоем. Займет место мамы. И пока будут ехать, он будет полностью в ее распоряжении. А если поедет мамка, ей придется сидеть на заднем сиденье, как бедной родственнице. Но я ошиблась, когда так подумала. Когда они уехали, она села на заднее сиденье. Вообще так много было всего странного и необычного и вообще непонятного. Баба Таня нафиг ей там не нужна в машине. Пусть на заднем сиденье, но лишь бы только без нее. Она же перетянет одеяло на себя. Будет всю дорогу телепать языком и не даст Наде слово вставить. И зачем ей это счастье? Конечно, намного лучше без нее. А Баба Таня хочет поехать. Просит Самвела взять ее с собой. Не берет. Я думала, передумай. Думаю, ну вот-вот, сейчас он скажет. Ну, собирайся тогда, раз ты хочешь. Нет, собрались и поехали вдвоем. Я удивляюсь. Надя приехала и никаких обнимашек и целовашек с бабкой не было. И уехала без этого. Развернулась, подхватила сумки и ускакала. Что такое? Это очень-очень странно. Когда Надя приехала и привезла продукты, Севка помог поднять ей эту сумку на пятый этаж. А вот спускать вниз сумку с ее барахлом не захотел. Уже который день подряд он жалуется на невралгию. При этом заболевании, говорит Севка, мне нельзя носить тяжести. Но он же не Надю понесет, а ее сумку с вещами. Ну, что такого она могла в нее положить, что Севке так тяжело ее нести. Идет и как дед старый стонет. Такая тяжелая сумка. Хилый какой-то мужик. То тут у него болит, то там болит. Тяжелое поднимать нельзя. На него чихнионы рассыпятся. Значит, в батлах сидеть и руками, как ветряная мельница, махать. У него есть и силы, и здоровье. А тот вдруг резко обессилел и стал заботиться о себе. Нельзя мне этого делать. Отдыхать надо больше, а не сидеть полуночник. Севка спустился раньше Наде, чтобы подогнать машину к подъезду. Идет и радуется. На улице так хорошо. Сирень цветет и пахнет. Мне так нравился запах сирени, пока не попала на наше кладбище. Кто ее там понасажал? Ее так много. Воздух пропитан этим ароматом. Там даже дышать трудно. Везде растут кусты сирени. Теперь у меня этот запах ассоциируется именно с кладбищем. А какие птицы там страшные летают. И орут так противно. Я никогда не видела таких вне кладбища. Я не знаю, что это за птица, но такая неприятная жуть. Вот как в фильмах ужасов показывают кладбище. Вот действительно. Вот у нас именно такое страшнючее. Сели они? Поехали. Трансляцию в этот раз не сделали. Теперь у Самвела есть куда девать время. Чем сидеть и тратить его на сбор для Нади? А это пришлось бы сидеть не час и не два. Он лучше посидит в ТикТок и заработает лично для себя. Так много у них разговоров про эту соцсеть. Севка только про батлы теперь и думает. Надя не отстает. Они постоянно обсуждают, с кем играли. Насколько это была игра интересной. Даже обсуждают предстоящий вечер. С кем будут играть и что их сегодня ждет. И насколько же интересные будут батлы. Уже в театр Надя не рвется. Вот спектакль прошел, а Надя туда даже не пошла. Была Надя театралкой, да вся вышла. Теперь она заядлая тиктокерша. Там веселее, чем в театре. Ну это и понятно. Она на крашеного лиса ходила несколько раз. Но так и не смогла понять, в чем соль. Севка спрашивал. Ну что, вы что-нибудь хоть поняли из того, что видели? А Ник бек-мек. Ответить ему нечего. Благо Самвел объяснил. И только тогда Надя поняла, что там было на сцене. А вот в тиктоке разобралась очень быстро. Ой, не промоталась бы до последней нитки. Такая азартная. Севка говорит Наде. Ты на игре не бываешь чаще, чем я. Надя упорно стоит на своем. Приезжает она туда один раз, когда приезжает в город. Все, не более. Всего лишь один единственный разочек. Ну да, в предпоследний раз было, что они ездили несколько дней подряд. Но это исключение. Это не правило. Смешная. К тому же Надя не может там бывать чаще, чем Севка. Потому что он ее туда возит. Соответственно, они там бывают одновременно. Надя еще не успела уехать, а Севка уже скучает. Надя спрашивает. Ты когда приедешь сюда, Надя? 15-го. День рождения у нее 18-го. Хватит ей несколько дней на подготовку. Я думала, они шутят. Нет. На полном серьезе Надя собирается отмечать день рождения здесь, у бабы Тани в квартире. Надя смотрит все ролики Самвела, не пропуская ни одного. Ну, наверняка она слышала, что сказала Ирочка по этому поводу. Дома Наденьке надо отмечать. В кругу друзей, знакомых. Тех людей, с которыми Надя прожила практически всю свою жизнь. Ну, что ей делать здесь, у чужих, посторонних? Надя не хочет отмечать в кругу друзей. Не хочет она отмечать в кругу каких-то там знакомых своих. Даже если бы у нее были родственники, Надя бы плюнула и на них. У нее другие родственники организовались. Нравится Ире или нет, но Надя назначила их родственничками. И теперь, если Надя так решила, то так тому и быть, значит, она приедет и будет отмечать, как бы Ирочке это не нравилось. Приехали на автовокзал, а ручку Самвел не позолотил. Придерживаться своих слов, что Наде он будет платить только в том случае, если он ее приглашает помогать маме. Если она едет по собственной инициативе, то фигу ей под нос. В этот раз зачем Надя ехала? Правильно, чтобы погулять на дне рождения. Платить за это он не собирается. А то, что она, в принципе, выполняла ту же самую работу, как если бы он ее нанял, это никого не интересует. Он ее не звал, она сама приперлась. А как она будет радовать его подарками? Если она будет дарить так же, как и всегда, значит, все-таки Севка ей денежку втихаря нос сунул. Чтобы люди опять не писали, что он ее спонсирует. Для того, чтобы вот она за его счет поднимала ему же рейтинг. Он теперь же такой деловой стал. Недавно говорил в ТикТок. Терпеть не могу, кто так делает. Фу! Это так некрасиво, когда люди вызывают своих каких-то друзей и родственников, которые им начинают снайп кидать и благодаря этому выигрывают. Фу! Никогда так не буду играть. Это не честная игра. А прошлый раз, когда он Наде дал 20 тысяч, ну, конечно, так пожурил Надю. Надя не вздумает тратить на игру в ТикТок. Слышал о меня, но он прекрасно знал, что Надя это сделает. Так он и давал ей с этой целью. Ну и люди же, конечно, тоже это поняли. Стали про это писать и говорить. И Севке не понравились эти разговоры, поэтому сейчас все шито-крыто. Не удивлюсь, если мы больше не увидим, как Севка будет платить Наде деньги. Так и будет отмазываться тем, что... А он ее не приглашал. Значит, и платить ей не за что. Бабку Надя не поцеловала, а Севочку с удовольствием. Я так и не поняла, что произошло. Разговаривали они с бабой Таней, когда Надя еще находилась у нее в квартире. Ровно, спокойно. Вообще не похоже было на то, что они поругались. И баба Таня спокойно отреагировала на отказ Самвела ехать, чтобы она и поехала с ними. Раньше она так бунтовала, говорила, а что такого? Я хочу проветриться, я хочу прогуляться. Почему я не могу поехать вместе с вами? Сижу тут, как птичка в клетке заперти. А в этот раз была тишина. Говорит, ну, если не хотите, то и не надо, ради бога. Нет, значит нет, останусь, буду сидеть дома. Но поцелуйчиков не было. До свидания, Васильевна, скоро приеду, тоже не было. Нет, это все-таки очень странно. Наверняка что-то произошло. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока!